Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вам хочу рассказать, что такое цереброваскулярная болезнь. Цереброваскулярная болезнь это поражение головного мозга, которое связано с недостатком кровоснабжения. То есть, церебром это головной мозг, васкульс это сосуды, то есть кровоснабжение. В случае, если головной мозг недополучает крови, возникает вот это самое, развиваются различные варианты вот этой проблемы. Почему головному мозгу может не хватать крови? По одной простой причине, что кровоснабжение головного мозга осуществляется через сосуды, которые проходят в шее. То есть, головной мозг связан с сердцем, чем шеей. Именно через шею проходят как раз сосуды, которые кровоснабжают головной мозг. Головной мозг, при том, что он весит меньше 2 килограммов, он потребляет порядка 25%, то есть, четвертую часть всего кислорода, которое потребляется нашим телом. То есть, тело может весить 90 килограмм, а головной мозг меньше 2, но он потребляет четвертую часть всего кислорода. Представляете себе, насколько ему необходим кислород. Это очень важно. Кровоснабжение головного мозга. Именно с кровью кислород приносится к головному мозгу. Поэтому снижать кровоснабжение головного мозга нельзя. И наше тело это прекрасно знает. Именно поэтому, в случае, когда мышцы шеи начинают напрягаться, сдавливать позвонки друг с другом. Между позвонками в позвонках проходят артерии. Соответственно, артерии начинают передавливаться. Появляется недостаточность мозгового кровоснабжения. То наше тело создает компенсаторную реакцию для того, чтобы восстановить вот это кровоснабжение. Оно повышает артериальное давление. Ведь, помните, физика, для того, чтобы через сосуд меньшего диаметра прошло за единицу времени столько же крови, как раньше проходило через сосуд большего диаметра, нужно что сделать? Поднять давление в системе. Именно поэтому повышается давление. 90% гипертонии связано как раз с напряжением мышц шеи, с передавливанием сосудов на уровне шеи, и нарушением недостаточности кровоснабжения головного мозга. Вот откуда чего берется. Соответственно, цереброваскулярная болезнь может проявляться в двух формах. Острое недостаточность мозгового кровоснабжения – это инсульт. То есть, когда остро не хватило, все идет парализация, нарушение работы головного мозга из-за недостаточности притока крови к нему. Появляется односторонний, правосторонний или левосторонний парес. Или вообще паралич. Это острый инсульт. Это проявление острого инсульта. То есть, острой недостаточности кровоснабжения головного мозга. И второй вариант – хроническая недостаточность мозгового кровоснабжения. Аббревиатура в медицине применяется ХНМК – хроническое недостаточность мозгового кровоснабжения. Это хроническая недостаточность, которая еще не дошла до уровня, до стадии инсульта, но всегда, в любой момент может в него перетечь, проявиться уже как инсульт. И та, и другая проблема всегда, в 100% случаев, связана с напряжением мышц шеи. В основном это мышцы боковой поверхности шеи и задней поверхности шеи. У меня существует куча роликов, где показываю, как растягивать, как расслаблять эти мышцы. Поэтому, если вы, дорогие друзья, хотите провести профилактику этих проблем, предупредить недостаточность мозгового кровоснабжения и предупредить развитие инсульта, сделать так, чтобы их не было никогда у вас, обязательно, не дожидаясь их, надо начать делать статические растяжки для боковых и задних мышц шеи. Тогда вы имеете возможность предотвратить развитие этих неприятных заболеваний. В случае, если уже произошло, то нужно делать, опять-таки, надо обязательно, обязательно их делать, для того, чтобы не было повторения. Почему? Потому что то, что у вас произошел один инсульт, не говорит о том, что вы застрахованы от повторения, от второго инсульта. Наоборот, чем больше накапливаете вот этих напряжений, тем хуже кровоснабжается головной мозг, и, соответственно, тем больше вероятность возникновения очередного инсульта. Поэтому, друзья мои, не дожидайтесь, пожалуйста, пока стукнет по голове, начинайте делать, расслаблять свою шею заранее, не дожидаясь вот этих неприятных цереброваскулярных заболеваний. Я рад сообщить вам, что у нас в Школе Здоровья открылся клуб, специально для того, чтобы я мог взять вас, каждого из вас за руку, и провести по теме восстановления вашего здоровья. Приходите к нам в этот клуб, записывайтесь. Можно записаться по вот этой ссылке или вот по этой подсказке. Всего вам доброго, до встречи в клубе!